Привет, меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал Алмазная Мозаика в США. Сегодня такое видео не особо по тематике, но я открыла для себя, или лучше сказать, для моей дочки новый вид рукоделия, если можно вообще так сказать, называется стикеры по номерам. Вот есть у нас раскраски по номерам, есть у нас алмазная мозаика, алмазная живопись, а есть стикеры по номерам. Я, честно говоря, никогда об этом не слышала, но мой муж как-то, я не знаю, месяц назад заказал моей дочке вот подобную книгу, и она её там, я не знаю, за несколько недель закончила, она просто была такая толстенькая, и ей безумно понравилось. Вообще она была у меня помешана на стикерах практически с рождения, не знаю, вот обожала стикеры отрывать и клеить куда-то, а если их можно наклеить на книгу, в книгу специальную, то это вообще красота, и она, ей очень полюбилась эта рукоделие, если это можно так назвать, творчество, наверное. Вот, в общем, заказала я ей два волюма, два тома рождественской тематики. Одну она уже начала. Итак, в чём это выражается, так сказать, здесь есть, давайте, здесь есть, вначале есть схема с соответствующими, так сказать, символами или номерами стикеров, которые нужно приклеивать в определённом порядке, или, нужно сказать, как бы определённо нужно их переворачивать, знать, как переворачивать. В середине книги, или в конце, лучше сказать, в конце книги есть сами эти стикеры. Вот они, они, и, естественно, соответствующая картинка, к которой они относятся. Например, вот это относится к схеме номер пять. Схема номер пять у нас, это мне далеко идти, схема номер пять у нас вот, походу, Санта-Клаус. И, естественно, ты смотришь, как в алмазной мозаике символ, там, например, И-1, ты находишь эти стикеры в конце книги, И-1, находишь его тут и приклеиваешь. И, как вы видите, на одном листе обычно, как бы, стикеры для двух картинок, и вот шестая картинка, например, здесь не поместилась. В общем, И-1 у меня на предыдущей было странице, которую моя дочка уже использует, наклеивает. Чтобы ей было легче, она просто выдирает эту страницу, над которой она работает, и наклеивает, чтобы туда-сюда не мотаться. Поэтому тут И-1 нет, он на предыдущей странице был. Вот, здесь также в середине книги есть уже законченные картины, как они должны выглядеть после того, как они заклеены стикерами. Вот, например, она сделала уже машину, она сделала Санта-Клауса, и сейчас она работает вот над пингвинами. Не судите строго, она не очень аккуратно делает. Вот, шестилетний ребенок, хотя, может быть, в шесть лет можно было бы поаккуратнее сделать. Вот она Санта-Клауса с оленем закончила. Ёлку, один символ потеряла. Вот, и машина. В общем, очень интересные книги. Ну, и, естественно, есть книги по разной тематике. Вот два тома Рождества. Она обожает Рождество. Я думала, я помешана на Рождестве, но она еще больше помешана, потому что если я хотя бы начинаю рождественскую музыку слушать и готовиться к Рождеству в августе, то у нее это происходит целый год. Прямо сразу Рождество закончилось в декабре, и у нее начинается подготовка к следующему Рождеству. Вот, она уже закончила Wild Animals. Ну, эти животные такие, как они называются, которые wild, которые живут в лесу, в общем. Я ей купила вот такую вот книжку «Улыбайся каждый день». Там на определенном, на разной тематике есть книжки. Вот есть, например, книжка «Under the Sea», под водой есть книжка про домашних животных. А, дик его, вот диких животных она закончила. Вот, например, она первую страничку уже сделала, я то не начала. Ну, и, естественно, принцип тот же самый. Как и в предыдущей книге, в конце стикеры, ну, это более примитивная, наверное, книжечка. А в середине, ну, сами картинки, ну, как они должны получиться, но эти, между прочим, они не как бы в стикерах, а просто изначальная картинка. Да, вот эти вот как-то они более, так, по-банальнее, полегче, наверное, для более маленьких детей. Вот это тоже, как бы, сад расцветает, да? Сад в расцвете. В расцвете. А, вот тоже схемы. Тут уже, видите, прорисовано многое. Ну, вот и для взрослых тоже есть стикеры по номерам. Может быть, надо себе заказать. Вот так я не заставила себя делать раскраски по номерам. Вот, ну, не мое, не мое. Все отдала. Все, что я купила, я отдала. Я так и не смогла. Вот не хочется. У меня вообще никакого желания нет. Не знаю, почему. А вот стикеры по номерам я бы, наверное, сделала. Вот, надо будет посмотреть. Вот. Так что, купила я на Амазоне. Мне дорого. Каждая книга стоит от 8 до 11-12 долларов. Наверное, может быть, зависит от тематики, не знаю. Вот, так что, если вы имеете возможность заказывать с Амазону, или у вас в вашей стране есть подобные, посмотрите. И очень интересно, особенно для детей, их занимать. Вот. Ну, и надо на Алиэкспресс посмотреть в Китае. Уже ноготника есть. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно узнать о новом рукоделии. Если, опять-таки, это можно назвать. Но детей занимать, это прям супер. Ссылочку я оставлю. Спасибо и счастливо! Спасибо.